Предлагаем вам ознакомиться с предками последнего российского императора Николая II по прямой женской линии. Мать, бабушка, прабабушка и так далее до тех пределов, которые позволяют рассмотреть сохранившиеся фамильные портреты. Итак, мать Николая II Мария Федоровна. При рождении Мария София Фредерико Дагмар, дочь короля Дании Кристиана IX, российская императрица, супруга Александра III. Интересно, что изначально она была невестой брата Александра III, умершего от Менингита. Мария София Фредерико и Александр III вместе ухаживали за умирающим цесаревичем и между ними возникла привязанность. Их брак оказался удачным. В продолжении почти 30-летней совместной жизни супруги сохранили друг другу искреннюю привязанность и родили шестерых детей. Мать Марии Софии, бабушка Николая II, гессенская принцесса Луиза Вильгельмина Фредерико Каролина Августа Юлия Гессенкосельская, в замужестве королева Дании супруга короля Кристиана IX. У супругов было шестеро детей. Луиза приложила максимальное усилие, чтобы устроить им выгодные браки. И это ей удалось. Благодаря ее действиям, датский королевский дом породнился с монаршами династиями России, Великобритании, Греции, Франции и Швеции. Их с мужем называли тестем и тещей Европы. Мать Луизы Вильгельмины, прабабушка Николая II, принцесса Луиза Шарлотта Датская, супруга принца Вильгельма Гессенкосельского. Луизу Шарлотту описывали как практичную и экономную женщину, которая строго контролировала расходы своего двора, а также проявляла интерес к искусству и к поэзии. Ее мать, прапрабабушка Николая II, наследная принцесса Дании София Фредерика Мекленбургская. В браке с Фредериком Датским она родила семерых детей. Выжили только четверо, один из которых – король Дании Кристиан VIII. Мать Софии, два раза прабабушка Николая II, принцесса Шарлотта София Саксенкобург-Заольфецкая, в замужестве наследная принцесса Мекленбурга. Шарлотта София и ее супруг считались большими почитателями искусства. Мать Шарлотты, три раза прабабушка Николая II, принцесса Шварцбургского дома Анна София Шварцбург-Рудальштадтская. Анна София сочеталась с браком с герцогом Францем Иосией. Потомки герцогини и герцога – правящие монархи Бельгии и Великобритании. Мать герцогини, четыре раза прабабушка Николая II, принцесса Саксенгота-Альтенбургская Анна София. Ее супруг был возведен в имперское сословие и Анна стала первой княгиней Шварцбург-Рудальштадта. На картине не все дети княгини, всего их было 13. Мать Анны Софии, пять раз прабабушка Николая II, Магдалена Сибила, принцесса Саксен-Весенфельская из Альбертинской линии Виттинов, замужестве герцогиня Саксенгота-Альтенбургская. Названа в честь бабушки по отцовской линии Крюфюстиной Саксонии Магдалены Сибилы Прусской. Ее мать, шесть раз прабабушка Николая II, принцесса Анна Мария Мекленбург-Шверинская. В младенческом возрасте Анна Мария была вывезена в Швецию из-за угрожавшей Мекленбургу войны, а затем оказалась в Дании на воспитание удовствующей королевы Софии. Была в браке с первым герцогом немецкого княжества Августом Саксен-Весенфельским. Мать Анны Марии, семь раз прабабушка Николая II, немецкая дворянка Анна Мария из Восточной Фризии. Она вышла замуж 21 год за герцога Мекленбург-Шверинского Адольфа Фридриха I и за 12 лет брака успела родить восьмерых детей. Ее мать, восемь раз прабабушка Николая II, немецкая дворянка Анна Гольштейн-Готорбская. В возрасте 23 лет Анна вышла замуж за графа Восточной Фризии Энна III. Жених был вдовцом и уже имел двух взрослых дочерей от первого брака. Всего же у супругов было пятеро детей. Мать Анны, девять раз прабабушка Николая II, Кристина Гессенская, принцесса Гессенская, в замужестве герцогиня Гольштейн-Готорбская. Герцогиня увлекалась медициной и производством лекарств, помогала школам и бедным студентам. Мать герцогини, десять раз прабабушка Николая II, Кристина Саксонская, саксонская принцесса из альбертинской линии Витинов, в замужестве ландграфиня Гессена. Муж, ландграф Филипп, считал ее недружественной и уродливой. Умудрился, не разводясь, жениться еще раз. Дети от второго брака не имели права наследовать власть, и Кристина с таким положением вещей согласилась. Мать Кристины, одиннадцать раз прабабушка Николая II, Барбара Ягеллон, польская принцесса в замужестве герцогиня Саксонии. У них с мужем был счастливый брак, в котором родилось десятеро детей. Сохранились письма, которые Барбара писала своему мужу, ушедшему на войну. Они полны заботы и нежности. После смерти своей жены Георг в знак траура перестал бриться и с тех пор носил данное ему прозвище Бородатый. Мать Барбары, двенадцать раз прабабушка Николая II, Елизавета Австрийская, была женой польского короля Казимира IV и таким образом королевой Польши и великой княгиней Литвы. Четверо из ее сыновей стали королями, поэтому ее также называют матерью королей. Ее мать, тринадцать раз прабабушка Николая II, Елизавета Люксембургская, королева Германии, Венгрии и Чехии, эрцгерцогиня Австрийская. Она временно была регентом, претендентом на трон и одной из участниц Венгерской гражданской войны. Мать Елизаветы, четырнадцать раз прабабушка Николая II, Барбара Цилли, императрица Священной Римской империи, супруга германского императора Сигизмунда. Барбару описывали как умную и красивую. Она была хорошо образована и говорила на славянском, немецком и латинском языках. Барбара была убежденной атеисткой и запрещала своим фрейлинам молиться. В отсутствие мужа управляла Венгрией как регент. Барбара Цилли – последний прямой по материнской линии предок Николая II, портрет которого сохранился. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.